Добрый день. Сейчас я бы хотел вам рассказать об основах медицинской озонотерапии и моём опыте, полученном в Объединённых Альпийских Эмиратах. Свою карьеру я начал с терапевта озонотерапии. Уже 18 лет этим занимаюсь. Начал я работу с медицинского отделения в госпитале, мне предоставляя лицензию для практики озонотерапии только в рамках больничного учреждения. Но через 7 лет или 8 лет я открыл свой собственный медицинский центр в одном из Эмиратов ОАЭ, и мы называем его немецкий специализированный центр озонотерапии. Я, собственно, закончил медицинский колледж Масула в Ираке, потом получил тепло по терапической медицине и доктора анатомии. Свою карьеру я продолжал в научной сфере. Я являюсь членом большого количества международных ассоциаций, за что получил большого количества сертификатов и дипломов по озонотерапии, например, авиатерапии, хилатирования, гидротерапии трусы кишки озона и так далее. Я являюсь членом большого количества национальных и международных ассоциаций по изучению и распространению гидроклонотерапии в Европе и в Америке. Я считаю, что мой опыт в анатомии очень мне сильно помогает в области озонотерапии, особенно когда мы говорим о внутрисосновных инъекциях и так далее. Ну, опять-таки, проблема возникла с проблемой переключения слайдов. Основная моя задача – обеспечить высокий профессионализм и лидерство в медицинской терапии озона, как профилактической, так и терапевтической. Не забывай про традиционную медицину, потому что основной принцип традиционной медицины, насколько мы знаем, это означает лучше устранить что-то путем профилактики, нежели потом это лечить. И мы используем озон в терапии как не альтернативной медицине, но как терапевтической. Вот это наша основная миссия, наша основная задача. И цель заключается в том, чтобы пациенты получили дополнительные преимущества в плане лечения определенных заболеваний. Мы должны предоставить медицинские услуги с высоким качеством, экономически эффективные для улучшения здоровья тех, кого мы, собственно, обслуживаем, кого мы лечим для того, чтобы достигнуть высоких высот как в личностном, так и в деловом плане. Мы все знаем, что озонная терапия – это дополнительная терапия, которая не покрывается страховкой, и практиковать из-за этого становится нелегко, потому что традиционные медицинские услуги, они покрываются страховым полисом. Соответственно, это одна из проблем в нашей практике, потому что пациенты не всегда уговорят о зонной терапии, в силу того, что за него приходится платить. Собственно, что касается, мы заботимся о наших пациентах, мы должны поддерживать максимальную безопасность, мы должны обеспечить высокий профессионализм и должны быть честными, чтобы делать все правильно. Один из наших коллег из Испании ранее уже сегодня отметил текущие практики, текущие проблемы. Мы как будто бы на поле боя находимся, на самом деле, нелегко практиковать озонную терапию, когда ты окружен врачами, которые сами многие не веруют в озонную терапию. Часто что говорят? А где же доказательная база? FDA же нам вот это говорит, соответственно, даже если FDA вам скажет, если этот газ, собственно, является отравой. Кто его вдыхает? Врачи и медперсонал? Его тоже вдыхают же, а не только пациенты. Это ведь для наших коллег самое что? Самое опасное. FDA – это как мафия по лекарственным средствам, которые поддерживаются фармацевтическими промышленностями. И озон, он не получает каких-то выгодов фармацевтической промышленности. Например, когда вы лечите пациентов с гормональным дисбалансом и диабетом, вы стимулируете гормоны оптимальным способом. В рамках лечения и пациент начнет меньше принимать лекарственные средства, они для некоторых откажутся. Что, собственно, действует против интересов лекарственной промышленности. Сейчас все завязано на коммерции. Собственно, для того, чтобы произвести какое-то лекарственное средство, вы не знаете, сколько требуется публичности в этом плане. Но оно отсутствует в случае с озонотерапией, поэтому возникает большое количество препятствий на нашем пути. Те, кто помогают мне в моей практике в работе, еще раз скажу, что я профессор, я также декан, работаю более 23 лет, и многие из моих студентов стали уже профессионалами. Они часто мне подкидывают различные случаи. Некоторые из них предпочитают работать... Предположим, у кого-то это обед, требуется ампутация, но пациент не хочет ампутации, соответственно, они могут прибрать озонотерапию, и от этого они получают большую выгоду, они сохраняют свою конечность. Но кто же их может в этом убедить только те люди, которые знают, что такое озонотерапия, кто же может, как так сказать, порегламировать в данной озонотерапии только тех, кто слышали о ней или кто ничего с ним прошли. Наш центр находится в таком прекрасном месте, на Белой Пуморе, вот это лечебная комната, вот ресепшн, сам центр. Мы обеспечим большое количество сервисов, основной это терапия кислородом и озоном. Есть у нас также озоновая сауна, пролазон для устранения боли, магнитная терапия, магнитная терапия, гидротерапия, нацеперстной кишки, толстой кишки и ортомолекулярная терапия. Как я вам сказал, озонотерапия должна работать в комбинации с другими терапиями для того, чтобы достичь максимального эффекта, но её недостаточно. Вот такие мы установки используем, у нас их много. Основной установкой является подобный генератор озона ЗАН. Я предпочитаю его называть, этот бренд озона ЗАН, хотя их много различных. Собственно, я не буду вам рассказывать о процедуре работы, она не отличается от стандартных озонового генератора в случае с этим генератором, который я использую. Что касается медицинского озона, что же он нам даёт? Даёт нам уложение, облегчение усталости и нервного напряжения, активация, регуляция иммунной системы. Различные нарушения кровоснабжения улучшаются, поскольку озонотерапия улучшает кровообращение и насечение кровью тканей на уровне клеток. К клеточном уровне и также является дополнительным лечением для других заболеваний, таким как терапевт, который является еще распространенным в аквари. Лечит различные заболевания, такие как пролежи, язвенный калитр и так далее. Также ревматизм, ревматоидный артрит и большинство аллергии, которые возникают в телогимонном дисбалансе в случае с раком. Нет, озон рак не лечит. Скажете ли это, то все станут против вас. Стоит, наверное, упомянуть, что он помогает в лечении рака, помогает в терапии рака, потому что у пациентов, страдающих от рака, оксидативный стресс, низкий иммунитет, они проходят лечение имиотерапии, и все это сказывается на им здоровье, поэтому улучшаем золгостанную терапию общее состояние здоровья пациента и складываем побочные эффекты. Также вирусные заболевания гепатит B и C, герпес, вирус HPV. Давайте посмотрим на то, что еще оно лечит. Раны, например, инфицированные раны, так же инфицированную кожу, акне, инфицированные заболевания, заболевания корона, язвенный колит, простит. Так же используется для ускорения процесса похудения, если вы так же соблюдаете должную диету, эффект будет лучше. Также используют озонотерапию для детоксификации и улучшения спортивной производительности. На самом деле в моем регионе используют для данной озонотерапии на лошадях и на верблюдах, но кто-то говорит, что это допинг. Но я так не думаю. Если вы используете озон, он является допингом, поскольку он насыщает ваше тело. А, нет, озоном. Я тут, к сожалению, кое-что забыл. Я очень готовился, в большой спешке готовился к данному выступлению и забыл сказать, что в стоматологии так же используется озонотерапия. Очень активно она там используется. Моя коллега уже дала отличную лекцию на эту тему. Что касается деморегулярного лечения, да. А здесь мы озону так же используем. Почему? Потому что озон является сильным оксидантным агентом. Для улучшения работы энзимов требуется время. В это время необходимо поддерживать тело пациента для того, чтобы пациент не чувствовал себя устарчивым. Витамин С, трон, иные поддерживающие терапии так же предоставляются пациенту. После озонотерапии. Но ортомолекулярную терапию мы не проводим до озонотерапии. После иначе мы можем нейтрализовать эффекты. Нейтромолекулярный эффект и антиконсидативный эффект. Выглядит все это, все это происходит в виде внутривенного введения питательных веществ. Мы так же вводим все внутрь вены, через вену, потому что иногда внутримышечные или операльные виды введения не работают. Также мы используем так называемый коктейль Майер, это модифицированный коктейль Майер, состоящий из магния, кальция, витаминов ГЛПБ и витаминов С. От Эйгам из США. Есть у них одна терапия, которая хорошо работает с озонотерапией, потому что она является оксидативной и детоксифицирующей. Также мы используем EDTA для того, чтобы избавиться от тяжелых металлов. И здесь как раз пригождается озон. Здесь мы видим состав коктейля Майер или Майерса. Какие же есть побочные эффекты? Необходимо понимать, какие витамины нельзя смешивать, то есть необходимо принести их в молекулярной версии. Когда вы достигнете определенного уровня, вы должны убедиться, что у пациента не возникнет жар или не возникнет какие-то кожные высыпания из-за применения подобного витаминового коктейля. Что касается сауны. Почему она так важна, озоновая сауна? Потому что она стимулирует иммунную систему человека, детоксифицирует, ваше тело улучшает насечение кислородом тканей и клеток, улучшает метаболизм, сжигает жир, сжигает где-то 500 калорий за каждую сессию. Она каждый раз улучшает процесс похудения, но все необходимо сочетать с должной диетой. То есть не надо после сауны сразу бежать в Макдональдс, что мы нажимаем тишерит на арабском языке, потому что после озоновой терапии сразу человек чувствует голод. Да, покушайте, но не кушайте слишком много после озоновой терапии. Кстати, когда я стал заниматься озоновой терапией, я понял, что мне необходимо в нее поверить, если я не буду верить в озоновую терапию, как я и буду лечить детей. Поэтому я поехал в Германию и сам ее на себе попробовал и понял для себя все ее преимущества. Опять же, здесь все зависит от человека за человека. После первой сессии я очень хотел спать. Кто-то чувствует себя напряженным в течение целого дня после озоновой терапии, или не в своей тарелке. Самое главное – верить в лечение. Необходимо убедить пациента в нем, и чтобы он верил в вас. Если пациент не будет верить в лечение, тогда он не получит от него пользы. Также мы используем озонотерапию при травме мышц, потому что озонотерапия помогает снизить напряжение мышц и избавиться от боли в суставах. Также помогает при других травматических видах боли. Вот как выглядит озона-сауна. Мы ее называем лонжитивит, что переводится как долговечный сперлозон, который мы используем для снятия боли, как в китайской медицине. Мы, собственно, ее используем, согласно данной модели. Это профессор Фамия, мой коллега. Он работал прекрасно лечит фибромиалкию. Он в этом очень опытен, соответственно, благодаря этому мы сочетаем озонотерапию с витаминами, для того, чтобы улучшить ее действие. Собственно, и вот так мы все размечаем. И благодаря всем опыту анатомии для меня не трудно выполнять подобную терапию. Также мы выполняем ационированные PRP, что очень безопасно, что очень хорошо влияет на наших пациентов в плане здоровья. Но, что касается людей, страдающих диабетом, у них суставы хрюпкие, насколько вы уже знаете. Соответственно, когда будете вводить иглу в кожу, помните, что надо быть очень осторожным. И необходимо избежать инфекции. Но, что касается других пациентов, это все хорошо работает. И помните, нельзя наносить озон на влажные суставы. Вот такие, собственно, магнитные терапии мы используем в нашем центре. Она очень хорошо работает, эффективно. Мне еще две минутки потребуется. Магнитная терапия, давайте ее опустим, пропустим. Скажу вам несколько примеров, достаточно крепких. Собственно, когда пациенты приходят к вам за озонотерапией, они считают, что озонотерапевт поставит им их диагноз. Но я считаю, что озонотерапевты должны лечить лучше пациентов с диагнозом, а не диагностировать что-то. Иногда пациенту удивляются, что мы их не излечаем, что мы не выполняем каких-то анализов, а начинаем лечиться. Естественно, они спрашивают, как вы будете нас лечить? Я забираю у каждого пациента кровь в начале терапии и в конце, и все. И, собственно, подобное оборудование необходимо для измерения концентрации кислорода и жизненных показателей. Я ее использую для магнитических и электрических терапий. Гидротерапия толстой кишки – это крайний момент, который я хочу запомнить. Также здесь я использую пробиотики, озонированные в воду и так далее. Есть много преимуществ, но я их касаться не буду. Ну, несколько примеров. Одна из них у меня есть одна минутка, что касается диабета. Это один из пациентов, которого я лечил с конца 2012 года и до сих пор лечу. Кстати, как вы видите, он ко мне пришел вот с подобным тромбозом. Это диабетическая рана, собственно, и подлежит данной награммпутации. Но я его лечу следующими методами магнитной терапии – озоновая сумка. И вот здесь мы видим, как оно выглядело раньше. А вот результат после одного месяца, четырех месяцев, пяти месяцев. И после шести месяцев оно зарубцовалось. Еще несколько моментов. Здесь мы видим микроэсколит. Дерматологи не могли помочь этому человеку, но благодаря использованию озона. Но вы можете видеть, что через две недели, три недели и одного месяца его ноги выглядели следующим образом. И сейчас все уже практически вылечено. Так мы производим брошюры относительно нашей деятельности. И так выглядит подход к нашему центру. А вот наши официальные сертификаты. Еще раз хотел поблагодарить вас за ваше внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ